Всем привет, ребята, и это 130-я юбилейная серия Охоты. В этом видео я поймал кидалу, который нашёл какой-то баг на ППС-ку. Советую вам досмотреть это видео до конца, поскольку вы должны знать об этом обмане. Братва, у меня есть одна маленькая мечта. Это 100 тысяч подписчиков на канале до конца лета, и только вы можете помочь мне в этом. Просто подпишитесь на канал, включите колокольчик, поставьте лайк на это видео и напишите комментарий. А вообще, было бы круто, если бы вы играли вместе со мной на сервере Аква. Кстати, там работает промокод хэштег Алонса. Ну ладно, родные, не буду вас сильно задерживать. Берите что-то вкусненькое, присаживайтесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Начнём, ребята, видео с просмотра этого фрапса, где моего подписчика пытались обмануть на целый миллион рублей. Он просто решил продать свои крылья ангела за один лям рублей, ну а Челик подменил цену в трейде. Если бы подписчик не был опытный, то у Челика получилось бы купить крылья за 100 тысяч рублей. Когда я нашёл Романа в игре, я вспомнил, что пару дней назад он мне в смс писал, что его обманули. Только вот интересно, что произошло, что он начал скамить игроков сам лично и перешёл на тёмную сторону. То есть, ребята, вместо того, чтобы дождаться ответа от меня или пойти написать жалобу на форум, Челик начал скамить лично сам. Я так понял, парнишка решил камбэкнуть свои деньги так же, как его и обманули. Ну, в принципе, так кидалами и становятся. Ну что же, братва, я уже его телепортировал, хочу пообщаться с ним, узнать, как делишки. Может, хочет пацанчик отведать какого-то банана. Я вот ещё смотрю, сетик у него такой неплохой. Правда, не знаю, сколько это всё стоит, но хотя бы привлекает количество. Я ещё пока следил за ним, заметил, что он с кем-то по телефону говорил и хотел что-то купить за 7 миллионов рублей. Ну и, в принципе, он говорит, что хотел купить себе номера. Наверное, на Ауди новую поставить. Он, блин, даже в чат написал, что за номера хотел купить. Нам это, в принципе, не важно. Нам важно, как ты заскамил игрока. Помнишь, Рома, ты себе крылья покупал на БУ? Вот я хочу услышать что-то поподробнее по поводу этой сделки. Что ты там и как ты там делал? Ну, давай, рассказывай и желательно сразу правду. Хотел. А что хотел? Кому хотел? Как хотел? Неизвестно. Наверное, ты хотел заскамить игрока, да? Да, ребят, я, если честно, такого поворота не ожидал. Он сразу признался, даже не стал как-то отмазываться. Мне вот на самом деле аж жалко его. У него столько скинов, тачка, аксы и так далее. А он просто скамит игрока. Ну, ладно, Роман, не знаю, что тебя к такому привело, но я тоже с тобой прощаюсь. А, ну и как я вам говорил, что он начал скамить из-за того, что его заскамили. Ну, такое я уже миллион раз слышал. Другая ваша жизнь в компьютерах. И тут вы известны как хакер Нео. Моё погоняло, ебись, оно всё конём. Ну, тут, ребята, и так всё понятно. На этом фрапсе мой подписчик покупает себе скин коньков за 12 миллионов рублей. Ну, только, как вы уже поняли, это скин коньков с промокода. И, понятное дело, он в трейде подкидывает какую-то билиберду. Получается, это самый дефолтный скам с промокодом, который мы с вами видели уже тысячу раз. Мне вот интересно, они когда ложат другой скин и типа надеются на то, что игрок нажмёт кнопку, они думают, что игрок вообще баран или что? Ладно, я зашёл в игру и смотрю, наш мага Монолит где-то в деревне с каким-то своим другом просто стоит и чилит на одном месте. Но через какое-то время ему кто-то позвонил, и сейчас, как я понял, он хочет кому-то что-то продать. Насколько мне стало известно, продать он хочет свой гараж где-то в Бусаево. После разговора по телефону он написал другу это, что хочет обменять свой гараж с доплатой челика 4,5 миллиона рублей. После этого разговора они поехали навстречу, он на БУ встретил того игрока, который хотел купить гараж, но этот игрок продавал свою машину и, в принципе, можно уже его телепортировать. Ник ещё у него такой смешной, мага Монолит. Почему не мага Бетономешалка или мага Цемент, я не в курсе, но вообще Ник реально смешной. Короче, сразу спрашивает за что ТП, а как будто ты родной не знаешь за что ТП. Челик сразу таймит и после этого кидает мне руку. Я, если честно, сначала испугался, что он затаймил. Ну а когда руку кинул, я всё понял. Только вот, мага, мы с тобой тут не как, друзья. Мне вот интересно, знаешь что, как ты продавал коньки за 12 миллионов рублей? Говорит, что нет, братан, ничего не продавал. А это уже, конечно, враньё, поскольку мы видели видеодоказательства. Я челика сейчас забанить хочу, а он просит ещё раз руку ему дать. Что за фигня, я не понимаю. Вообще, сейчас хочу паспорт его посмотреть, он там какой-то гараж хотел обменивать. И посмотрим как раз, есть ли у него этот гараж. Только я не помню, в паспорте пишется гараж, если он есть или нет. Напишите в комментариях, но тут я не вижу. У пацана мечта руку мне пожать, а он скамит у меня на сервере. Ничего, сегодня я исполню ещё одну твою мечту. Ты будешь забанен от моей руки. Я вам так скажу, челик себя настолько легко чувствует, что просто просит меня телепортировать его обратно на БУ. Чтобы он пошёл дальше себе продавал свой гараж. Он походу не понимает, что сейчас бан получит навсегда. Да всё уже, родной, успокойся. Никаких друзей у тебя уже нету. Тут твой акк летит в бан навсегда. А теперь давайте посмотрим на кое-что интересное. Челик ему только что писал, что типа баг с ППСкой то, что пропали мигалки. Хотя, сами понимаете, на ППСке это не баг. Можно просто поехать и убрать мигалки вручную. Но, если честно, эта информация не стопроцентная. Это я просто где-то услышал. Не знаю, насколько это правда. Короче, какая у нас тут ситуация. Пацан продаёт свою промокодную ППСку и говорит, что мигалок нету, потому что это всё баги после обновы. Так он ещё, чтобы внушить доверие, сказал то, что он ютубер и попросил подписаться на него. Скамы с ППСкой, ребята, зашли слишком далеко. Они уже прям очень сильно втираются в доверие, чтобы обмануть игрока. Игрок, который покупает ППСку, даже пробил, что у него основа на пинке. Это уже говорит о том, что он переживает, что это скам. На самом деле, это очень хорошо, что игрок так переживает, поскольку он никогда не попадётся на такой тупой обман. Ну и вы только посмотрите, что чел пишет. Он говорит, что он ютубер, говорит, что перешёл на Акву и говорит, что это мой друг вообще. Пытается, знаете, пытается втереться в доверие, только вот почему-то не получается. Ну, кстати, пацанчик раскидывает его прям по фактам. Можно сказать, он разоблачил Кидалу. Да, Эдик, если честно, я не был в курсе, что мои друзья с Пинка перешли на Акву скамить с ППСкой. А вот только что я прям офигел. Челики стоят на БУ и Эдик пишет, что на левом Аке спавнил танк и катался по городу. Ну, это он пишет к тому, чтобы доказать челу, что он тоже мог показать ПТС на тачке, которая не его. Но сам факт того, что он признался, что использовал читы, ну, хотя он даже не знал, что я в слежке, получается, признался не специально. Я, короче, телепортировался к ним, знаете, чтоб вот покумекать как-то прикольно, чтобы завести контента. И сейчас посмотрим, что они вообще скажут на это. Сразу видим, что Анатолий сразу сдает Эдика, который говорил, что играет с читами. Ну, а сам Анатолий не лучше Эдика. Толян, а что ж ты не рассказываешь, как ты ППСку тут продаешь и говоришь, что у неё баги после обновления? Почему речи не идёт о твоём признании в нон-РП-обманах? Толян, зачем ты сразу игрока палишь? Ты бы лучше за собой следил, а не за другими. Я всё видел. Я был в слежке, поэтому лапшу на уши не вешай. Я когда тпхался сюда, так и знал, что такое будет. Толя говорит, что Эдик хотел продать ему ППСку. Ну, вы понимаете, да, что сейчас происходит? То есть Толян думает, что я за ними не следил. Он сейчас сказал, что Эдик читер, а после этого сказал, что ещё и ППСку продаёт. Ну, понятно, Толян пытается выйти сухим из воды, но всё равно ничего не получится. А вот что с Эдиком делать, если честно, я не знаю. Короче, ситуация максимально понятная. Ну, в плане Анатолия. Толика мы баним навсегда, ну, а Эдика я передам ГА. Слышишь мне сюжеты, но ведь мы не в фильме, я знаю тебе.